В эфире «Утренний коктейль» и у нас в гостях Гавриил Романов, психолог, практик, консультант. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я поправлю все-таки Родионов, я пока что еще был, ну это ладно. Ну-ка, давайте перепишем, перепишем, как перепишем прямой эфир. Гавриил Родионов, преподаватель, практик, консультант. Да. Так, что-то я опять перепутал. Это все из-за Фома, это из-за Фома. Да, мы очень-очень спешили сегодня узнать, не упустить возможности. Первый вопрос у нас будет очень простой. Вот Фома, страх упущенных возможностей. Человек постоянно старается быть вот в курсе, держать руку на пульсе. А может быть это и неплохо, может быть это вовсе не болезнь. Что плохого в том, что человек знает все, что происходит вокруг мира, в его стране, за стенкой. Ты мне сейчас показала, как это за берлинской стенкой еще. Ну, ничего плохого нет, конечно. Конечно, как говорят, информирован, значит вооружен. Однако, когда ты просыпаешься каждое утро, и первым делом ты не кушаешь, не умываешься, берешь телефон и пролистываешь всю ленту, грубо говоря, прям за последние два дня, которые ты уже видел. Как там, Йоркширу Бузовой, да. Да, возможно. Или постоянно проверяешь соцсети, написал ли кто, берешь телефон, тебе некомфортно без телефона. А вечером ты просматриваешь ролики на ютубе, потому что скучно или хочешь что-то узнать. Вот тут уже как-то вот не норма, мне кажется, потому что человек вот уже в этом состоянии чувствует себя некомфортно. Когда я не получаю информацию, значит, что-то мне как-то не хватает. И вот начинает вот изнутри это беспокоить. Поэтому я считаю, что вот это состояние, ну, ненормальное все-таки. Ну, вот, допустим, в Америке это считается уже заболеванием от ФОМО, да. У нас это как-то диагностика, как-то преддепрессия, я не знаю. Ну, что-то какое-то есть уже термин? Ну, как говорится, в Америке уже все давно это разобрано. Еще с 2011 года впервые был поставлен вопрос об этом синдроме. Однако до нас пока все это доедет оттуда, сами понимаете, да, долго все добирается. Это официально, вот, исследования каких-то на эту тему, вот, я не припомню, чтобы я где-то читал, смотрел или сам как-то интересовался этой темой. Но вообще само состояние вот ФОМО, да, вот это как-то, fear of missing out, да, вот если говорить по-английски, да. Получается, что человек, он в тревоге находится. То есть когда он что-то пропускает, когда он что-то не получает, он в тревоге. И вот как раз-таки, с точки зрения психологии, ФОМО, это патологическое состояние тревоги, связанное с нежеланием что-то упустить. То есть получается, что состояние тревоги нам, как психологам в России, известно давно и широко, в принципе, этим вопросом очень многие специалисты занимаются. В 90-е особенно, мне кажется. Раз, и началось отовсюду. Интернет, он как 90-е. Раз. Да, в этом-то тревога, кстати, и заключается, что мы не знаем, то есть если страх, я конкретно боюсь там, допустим, боюсь там высоты, потому что я знаю, что могу упасть и разбиться. Тревога, она как раз-таки связана с тем, что я не знаю, что меня ждет, я чувствую себя некомфортно, мне неловко, неуверенно. И если я что-то пропущу, я буду чувствовать себя опять же каким-то, не знаю, побежденным или там попав в неудачную ситуацию какую-то, связанную с тем, что я не узнал что-то. Слушайте, ну а если вдруг человека вот оградить от этого огромного потока информации, и таким образом он поймет, что вот жизнь-то его личная не изменилась от этого? Поймет не сразу, потому что я даже по себе скажу, когда вот только-только был еще молодым, энергичным, ну я как бы сейчас не старый, но тем не менее. Два месяца назад. Да, да, да. Когда приял в деревню к бабушке летом, первое, что я чувствовал первые два-три дня, это ломка. Нету телевизора, нету интернета, нету телефона, потому что нету ничего. Есть только коровы, которые бегают там по лужайке, и дворовые ребятишки, которые кидаются грязью. Ну, это как бы развлекаются как могут. Ну, у вас хоть какая-то движуха была. Движуха, да, была действительно. И получается, что первые два-три дня, я даже по себе помню, замечал, что как-то ломало, чего-то не хватало, как-то хотелось связаться с друзьями, с родными, поговорить, посмотреть телевизор, что там по новостям показывают. А потом забываешь об этом, и самое-то удивительное, что время начинает идти, по ощущениям, медленнее. То есть как будто бы суток становится больше. И вот в этом-то и весь, вся опасность этого синдрома, когда человек постоянно находится в соцсетях, когда он постоянно мониторит информацию, время как бы для него, в его восприятии ускоряется, как будто бы прожигает жизнь быстрее. Вот этим-то и есть основная такая опасность, которую мы не понимаем. То есть мы не живем своей, собственно, жизнью, да? Мы действительно растрачиваем себя вот на сотни тысяч, я не знаю, миллиарды людей, узнавая о них что-то новенькое. И меня поражает, я об этом задумался еще 9 мая, вот когда был салют, начался салют, красивая музыка, все смотрят, яркое шоу, представление. И когда в небо поднялись сотни тысяч смартфонов, и когда люди смотрят на салют через экраны смартфонов, я такой, да ну его зачем? Убрал свой телефон и просто смотрел, он сложился, так сказать, жизнью, моментом. Потому что потом что было? А потом захожу в соцсети, в то же самое, да, самое популярное наше в России, и смотрю, у каждого второго пост про салют. Тут еще есть одна маленькая психологическая штучка. Как раньше говорил, я вот, честно скажу, забыл сейчас, выпустил... Фамилию. Фамилию, да. Не суть. Мудреца. Я мыслю, значит, я существую. Не Платон? Декарт. Декарт, да, точно вот, Декарт. Рене Декарт, да. Крупный план. Извините. Сейчас получается так, что если я делаю пост о чем-то, то есть побывала я в Гималаях, переехала я в Париж, значит, я существую, значит, я проживаю интересную жизнь, значит, я привлекаю к себе внимание, значит, я интересен. И вот тут получается, что очень часто бывает так, что я с помощью этой информации привлекаю к себе внимание, как к Персоне. Вот. Психологическая конкретная такая подоплека. И получается, что... Получается, что если я не напишу о том, что я съездил в Гималай, я как будто бы там и не был, да? Есть просто французский флоссов, недавно как раз и есть мысль о том, что я есть в соцсетях, я существую. Он, например, декабрь-то переделал немножко. Вот сейчас это так получается. Да, получается так. Получается, что собственные впечатления, они обесцениваются. То есть не важно, что я почувствовала, когда я поехала в Гималайя, не важно, что я почувствовала, когда увидела этот салют. Важно, что я это заснял и могу похвастаться. Да, 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 вот именно так. Потому что, если вы опять же говорите из практики, из ситуации, которые в жизни нас окружают, до смешного приехали ребята-туристы на остров. Все быстренько сделали селфи красивые на острове Пальмы, жара, солнце, а потом быстро убегают все под Пальму и ждут скорее лодку, которая их увезет. И зовут им, давай, давай, скорее, поехали, там что-то будет еще интереснее. Говорят, ребята, тут же вообще классно, можно прогуляться, посмотреть, походить по песочкам, покидаться, в водичку. Ракушек поискать. Ракушек пособирать, да. А получается, что люди ждут, что что-то еще может более вкусное, еще интересное быть дальше. То есть они не проживают здесь сейчас, они спешат в будущее опять же. Вдруг там что-то будет еще интереснее. Тут еще и работает нейронная связь, допаминовый рецептор, да, когда они возбуждены постоянно, они как раз-таки стимулируют наше ожидание, предвкушение, что что-то будет еще более вкусное. И из-за этого мы забываем, что есть вкусное уже здесь сейчас. Или, допустим, вот как вот тоже в кинотеатре, да, почему люди часто не выключают телефоны, там, на встречи с друзьями. Даже игра такая есть, там, кто первый телефон взял в кафе, тот и платит за всех, чтобы хоть как-то бороться, да, с этой болезнью. Минуты заканчивается эта игра, обычно, да. Да, и все в итоге берут свои телефоны, к сожалению. Да, получается, что люди берут и даже активно смсятся в кинотеатре, в театре, допустим, на встречах с друзьями, на похоронах, в конце концов. Даже такие истории бывают, когда стоят, да, часто на свадьбах. И вместо того, чтобы общаться напрямую, они общаются через гаджеты. Или получают информацию у кого, как еще что происходит в жизни, и они не проживают жизнь здесь сейчас. Вот это самая основная проблема Фома. Вот еще одна проблема, которую мы затронули, как бы, да, тоже так сковырнули чуть-чуть. Некоторые американские, по-моему, ваши коллеги, психологи говорят о том, что в основе вот этой тревожности, из-за которой, да, возникает Фома, лежит как раз-таки зависть. Человек выложил свою фотку в Гималаях, там, там, на фоне Эйфелевой башни, так, так, да. И он провоцирует вот этот порочный клубок, выкладывание в соцсети. Ну, отчасти это, я с этим соглашусь, отчасти нет, потому что кроме зависти есть еще чувство, собственно, нереализованности. Есть чувство того, что я не признан, меня недолюбили в детстве, да, и, ну, если так рассмотреть, и зависть в том числе, и вот все остальные перечисленные мной вот эти варианты, здесь есть одна очень важная компонента. Я чувствую, что мне некомфортно, я не самодостаточен, я чего-то не получаю, я недоволен либо собой, либо своей жизнью, либо... В общем, я не удовлетворен в целом, да, тем, что со мной происходит. И те же американские ученые и психологи доказали, что как раз-таки среди фомозависимых, да, вот этих людей, больше всего проявление комплексов различных, или там переживаний, неуверенности и так далее. То есть как бы состояние неуверенности в себе и состояние несамодостаточности как раз-таки провоцирует нас постить, брать айфон 10 в кредит, и потом два года и кушать доширак, чтобы за этот айфон рассчитаться. Но чтобы все люди увидели красивую коробочку в моем инстаграме, допустим. Слушайте, я так вообще просто хочется так подытожить, что социальные сети, они вскрыли огромный пласт наших проблем, да, психологических в том числе, потому что... Ну, сказал, за этим маленьким словом ФОМО, за этими четырьмя буквами, да, какая лежит огромная проблема. Вот только что смс-сообщение пришло, ну, сразу мне мозжечок приходит, значит, скажите, пожалуйста, а кто больше не удовлетворен? Тот, кто смотрит вот соцсети или кто выкладывает? Постоянно о своей жизни. Да, постоянно. А, и вот я не знаю, конечно, как ответить на этот вопрос правильно, но скажу, как я думаю. Пожалуйста. И те, и другие, потому что одни, выкладывающие постоянно свои лучшие моменты жизни, они-то знают, что у них не все так гладко, но при этом они сами видят у других людей, да, допустим, если я был в Гималаях, в которых побывал совершенно случайно, допустим, или даже наклеил себе обои и сфоткался, как будто в Гималаях, да, все люди думают, что я в Гималаях. Я-то знаю, что это не так, и мне некомфортно от этого все равно, то есть как бы чувство, как психологи говорят, неконгруентности, да, что не соответствует реальности, да, внутренне, внешне, как-то тут не сходится. Другие люди, которые видят этот пост, они начинают напрягаться, что, блин, он-то был в Гималаях, а я-то не был, я тоже хочу, и он начинает напрягаться так сильно, что пытается что-то сделать такое, чтобы тоже запостить. И такой порочный круг. Те, кто просматривают, они же ведь видят только успешную сторону других людей, не видят неудачи, а свои неудачи они знают. И вот тут тоже возникает такое кошечка на душе, когда, почему у других людей жизнь лучше, а вот у меня нет. И начинается вот самообичевание, самокопание, попытки что-то изменить, но, к сожалению, если мы не понимаем внутренние истинные мотивы, почему мы оказались в такой не очень хорошей ситуации, изменить тяжело что-то, и люди убеждаются в том, что их жизнь никчемная, плохая, и, в общем, начинают расстраиваться. Ну, мне кажется, что прекрасно есть такая тенденция сейчас, по крайней мере, в западных кафе, где написано, у нас нет Wi-Fi, и где запрещено пользоваться фактически телефонами во время чаепития или во время трапезы. Это крутейший, мне кажется, это уже шаг вперед, потому что действительно нужно наслаждаться тем, что происходит здесь и сейчас. Это крутая тема, но давайте все-таки выведем, что делать, как избавляться от этой зависимости. Как минимум запрещать Wi-Fi во время трапезы дома, например, своим детям в том числе. Да, вот насчет того, чтобы дети меньше были в гаджетах, это прямо однозначно, потому что у детей очень много из этого и тоже нарушений возникают, формируются. Что делать? Да проще все, вообще все очень просто, очень. Ты идешь в магазин, ты не берешь с собой телефон. Все просто, но почему-то сразу возникает тревожное состояние, я не взял с собой телефон. Когда, вот знаете, даже мультик такой был в Советском Союзе, поезд из Ромашкова, что-то такое. Да, паровозик из Ромашкова. Да, паровозик из Ромашкова, когда вот они ехали, и мы же опоздаем там на день, мы можем опоздаем на всю жизнь, если не увидим этот рассвет и закат. Самое простое, с точки зрения, допустим, словесного, но очень сложно выполнять, анализируйте и понимаете, как часто вы берете с собой свой телефон и гаджеты, и читаете информацию, и старайтесь делать этого меньше. Плюс ко всему, если вы будете составлять пример, если, допустим, ваша работа связана с постоянным мониторингом информации, составьте себе график, когда я занимаюсь мониторингом, чтобы это было какой-то именно рабочий график. Допустим, с 5 до 7 вечера я просматриваю, а потом я занимаюсь своими делами, чтобы это не было постоянно, потому что если мозг у нас не сформирует такую привычку, системность, то он будет все равно чувствовать нехватку информации постоянно, и он будет постоянно толкать нас, чтобы взять телефон. И как можно больше тактильности, так как можно больше сенсорного восприятия, то есть что-то потрогать, где-то, не знаю, насладиться, принять в ванну теплую, да, или любые другие стимуляторы, которые вот именно на физическом уровне... Реальные вещи, да? Реальные вещи, да. Погладить свою кошку или собаку, или там мужа. Почему ты игнорируешь мужа, ставишь сначала кошка, собак, потом мужа? Здесь надо к психологу. Тут от переставки вместо слагаемых суммах. Обнимашек меньше не становится. Да, ну и все, и самое главное, наслаждаться моментом здесь и сейчас, потому что очень многие люди, они думают только на перспективу, это неплохо, это хорошо, но тем не менее, если мы забываем проживать здесь сейчас состояние, да, когда мы просыпаемся, и думаем не о том, что мы проснулись в теплой постели, а то, что мы уже идем в минус 30 в гараж, как мы открываем гараж ключом, как холодно и напряжно идти на работу, вот этого не стоит делать, нужно проживать момент здесь и сейчас. Вот я проснулся, мне хорошо, я наслаждаюсь кроваткой, укутался, мягкая подушка, иду завтракать, наслаждаюсь вкусным, приятным ароматом кофе или чая, булочкой свежей или может быть не очень свежей, ну всякое бывает. Да, еще говорят, что во время трапезы тоже не надо просматривать даже телевизор, вообще просто надо, да? Надо просто наслаждаться моментом и думать о еде, когда ты ешь, ты думаешь о еде, иначе мозг не улавливает то, что мы получаем пищу, и в итоге хочется кушать больше, потому что мозг не дал сигнал, что пищу уже получим. Таким образом мы и поправляемся, друзья. В том числе. Единственное исключение, это программа «Утренний коктейль», когда можно это все совмещать, и мы не поправляемся, мы только становимся бодрее и безусловно. У нас в гостях был Гавриил Родионов, психолог, практик, консультант, большой друг нашей программы. Спасибо большое, что так рано пришли, столько интересного нам рассказали. Ну а прямо сейчас мы узнаем, что отвечали люди на улицах города, с какой целью вы обращаетесь к сети интернет.